Привет, друзья! Это No Man's Guy, мы продолжаем путешествовать по галактикам, по звёздам, по солнечным системам и планетам. И, конечно же, чинить мой ЕК-3, ну, то есть, мой космический корабль. В общем, я тебе сейчас хочу покажу. Помнишь, у меня здесь куча всего была развалена, и в технологиях куча всего была сломана. Я это всё починил. Ты спросишь меня, как? Там же куча всех таких материалов крутых нужно было. Где-то их собрало всё просто. Я бегал по... Я с линцой же немножечко. Я сделал проще. Бегал по вот этой станции, искал, с кем можно поторговать, и тупо выкупал те предметы, которые мне нужны. Благо, здесь много кто прилетает на эти космические станции, и у всех много всякого интересного. Вот фосфор мне нужен был, пожалуйста, я его тут могу купить. Сейчас мне нужен, а точнее, нужна активированная медь, чтобы починить проржавевшие баки. И проблема в том, что её нигде не купишь нафиг. Её нужно лететь на какую-то планету. Сейчас я тебе каталог открою, ещё раз с тобой вместе посмотрим. В комментариях мне написали, что я не умею читать. Я прочитал, что нужно лететь на какую-то железную планету, на железную звезду. Но тут написано, что жёлтая звезда. Жёлтая. Как я мог прочитать железная звезда? Я вообще не понимаю. Короче, жёлтая звезда это, скорее всего, типа Солнце. Для того, чтобы нам туда отправиться, нам нужно сделать варп ячейки. Вот такая вот варп ячейка. Для её создания потребуется антиматерия, которая делается из хромметалла. Нам нужно найти торгаша, который нам продаст этот хромметалл. Напоминаю, что варп ячейки нам нужны для того, чтобы зарядить наш гипердвигатель и куда-нибудь далеко-далеко полететь. К сожалению, у этого путника нет хромметалла. Ждём другого. А, можно ещё, знаешь, куда сходить? Может быть, в нём есть хромметалл? Я, конечно, не очень в это верю, но проверить стоит. Нет, нет, здесь нету, к сожалению. И насчёт мультитула. Я же хотел ещё мультитул прикупить. Во, смотри, какой тут басяцкий, крутой такой мультитул. Давай посмотрим, что у него тут есть. Это Б-класс уже по наворочению. Сравним с нашим. Значит, видно, что у этого потенциал урона ниже. Ого, у меня потенциал урона 2302. Короче, по мощности он какой-то фиговый. Но по ячейкам у него на одну ячейку больше. А это говорит о том, что я, может, на него что-нибудь прикрепить смогу. Поэтому, может, обменяем всё-таки? Либо купить за 193 тысячи юнит. Нет, давай обменяем. Теперь на него посмотрим. Вот такой вот крутой, красивый мультитул. Жалко, его покрутить здесь нельзя. А, нет, можно вот так вот. Выглядит он, конечно, чётко. И давай посмотрим, что мы можем сюда прибамбасить. Например, вот такой вот расщепитель продвинутый. А, погоди, мне ещё придётся манипулятор ландшафта делать. Всё по новой. Ну, раз такие дела, в топку этих торговцев. Поехали на планету, на новую. Ну, как на новую. Мы уже на ней были. Я недавно слетал туда, сделал телепорт. Это вот эта вот планета. Там, где был разрушен огромный торговый корабль. Вот она, вот она наша планетка. Мы уже с тобой в этих обломках бегали. Но я их не осматривал. А их можно осмотреть. И я предлагаю это сделать. Например, он там, вот есть какой-то пароходик. Вот, смотри. Тут у нас есть грузовая капсула. Уверен, что там что-то есть. Главная цепь нужно найти. Ремонт. А, её не найти, её нужно отремонтировать. Не на магниченный феррит нужен. Пять штук. Вот, ещё дверца есть. Походу, она тоже ведёт в грузовой отсек какой-то. Сейчас мы сломаем. А, понятно. И здесь тоже нужна ферритная пыль, да? Да. Намагниченная ферритная пыль. Притащил я ей намагниченный этот феррит. Ремонтируем. И давай же, открывайся сейф. Давай, я хочу заглянуть в тебя. Чё? Ой-ой-ой, тут радиация врубилась. Откуда здесь радиация? Я сейчас сдохну. Ничего себе. Нифига себе. Это как? Минуточку. Я тебя починил, а ты радиацию врубил? Я хотел тебя открыть вообще. Это чё, не сейф, что ли, или как? Так, я больше не могу с ним взаимодействовать. Я просто его починил, как бы, и всё. Давай, тут починим. А-а-а. Ой-ой, убегаем. Контейнер для антиматерии я получил. Шикарно, он мне как раз нужен был. Я, видимо, когда тот отремонтировал грузовой отсек, мне тоже что-то дали, я просто это не заметил. Ладно, смотрим дальше, где ещё что можно подобрать. И вон там вот есть какой-то сундучок. Там, короче, когда ты взломываешь вот эти сейфы, у них какая-то защита срабатывает, и она радиацию начинает тебя губить. Это очень опасно, ненавижу радиацию. Вот, есть две грузовых капсулы. Что ж, будем сейчас их тоже раскапывать. Ага, раскопал. Смотри, какая тут... Вот тут вот что-то можно сломать, кажется. Тут металлическая огромная пластина. Туда так просто вниз-то не пробраться. Сломали. Копаем дальше. О, вот ты где. Спрятался от нас. О, да. Антиматерия. То, что нужно. Мне её не придётся делать. Это здорово. Теперь мы можем спокойно сделать варп-ячейку. Зарядить наш космолёт. И лететь. Добывать. Активированную мять. Значит, сейчас сразу же заряжаем. О, я. Короче, на один прыжок нам всего этого хватит. 20%. Прикинь, одна варп-ячейка, это 20% для гипердвигателя. Кстати, в комментариях мне дали годный совет, как не базарить с продавцами кораблей, а сразу знать стоимость и что вообще есть на корабле. Короче, врубаешь визор вот так вот, смотришь на корабль, и тут написано тебе класс корабля, название, потенциальный урон, стоимость его. Вот, например, мой корабль теперь стоит 770 тысяч юнит. Так что спасибо за этот коммент. Буду экономить время. Садимся в наш крутой космолёт и летим к солнцу. Я тут, кстати, пока ремонтировал свой корабль без записи, подбил парочку пиратов и смотри, что нашёл. Ну, во-первых, под мод сканера, нелегальный модифицированный сканер, который, если я вставлю, он что-то мне там крутое сделает. Улучшение модуля выбирается случайно. Его конкретные параметры нельзя узнать до завершения установки, поэтому, короче, это какая-то нелегалочка. Если я установлю, то там будет явно пиратский софт какой-то. Этим я займусь, наверное, может быть и сейчас. Давай сразу его установим. Установить. О, вот сюда вот так вот лупанём. И что нужно? А, он, прикинь, сразу же поставился. Подозрительная нелегальная модификация. Анализирующий визор. Этот модуль улучшения нарушает почти все галактические стандарты работы и безопасности. Он изменяет следующее. Вознаграждение за анализ флоры и вознаграждение за анализ минералов. Ха! Плюс, короче, 10% за анализ минералов я получаю. И плюс 1,5% за анализ флоры. Ну, а мы уже вылетели с планеты. Мы находимся в космосе. Какая красивая планета вон-то. Прям чума. Значит, переходим к галактической карте. Ищем солнце. Солнце, солнце, солнце. Вот оно. Вот что нам нужно. Нам нужно лететь вот сюда. Вот в эту солнечную систему. Вот здесь вот есть эта медь. Выбираем ее. Все. Мы прыгаем именно туда. Нашим варп-прыжком. Ох, нифига себе. Новая система. Евклидовая галактика. Новое открытие. Мы в этой системе еще не было. Она такая вся желтая. Капец. А вот это что такое? А, это космическая станция такая. Короче, она желтая вот эта система. Из-за того, что тут очень жарко. Тут где-то солнце есть, которое прям палит. А, вот оно. Вот оно солнце. Оно очень близко к нам. И оно нагревает планеты очень сильно. И получается, на какую бы я планету не полетел. Вот, например, вот на эту планету. Давай залетаем. Точнее, сканируем ее. Ядовитая планета. Ну, давай слетаем. Посмотрим, насколько она ядовитая. Посмотрим, насколько она горячая. И вот на этих планетах, возможно, должна быть такая медь. Активированная, как она называется. По пути сразу разобьем вот эти штуки. О, пираты, прикинь. Пираты. Я, кстати, могу с ними поболтать. Давай поболтаем с пиратами. Что они нам там расскажут? Нет. Нет сигналов коммутаторов. Что-то они не хотят со мной болтать. Есть некоторые пираты, которые с удовольствием прям болтают. И говорят, типа, если не хочешь, чтобы мы тебя размотали, то плати бабки. А я такой говорю, какие бабки? Ты что, ты мне плати бабки, чтобы я тебя не размотал. И он на меня нападает. Вот такие вот диалоги. Так, ну где этот пират? Я его сейчас с ракетницей. Я же ракетницу в прошлый раз установил. Надо испробовать. А, прикинь, что говорят. Если я выслежу этого пирата и уничтожу, я получу 126 тысяч юнитов. Так, почему бы и нет? Пиратик, ты где? Пират находится как раз-таки на этой планете, куда мы летим. Но, к сожалению, на этой планете после сканирования мы узнали, что нет этой активированной меди. Но не беда. Вот ты где. Ну что, пупсик? Мне за тебя награду назначили. Так что ты сейчас отхватишь. Сбиваем щиты, потом врубаем ракеты. Ракеты? Опа-на! Вот это я понимаю, нормальненько. Ну что, я его уничтожил. И мне сразу юниты перевели. Круто! И отношения с корваксами улучшились. Балдежно. Так, ладно. Продолжаем искать активированную медь. И она есть вон на той планете. Ништяк, полетели. Я эту планету просканировал до того, как напасть на пирата. Ух ты, сколько здесь метеоритов. Надо очень аккуратно лететь. Стреляем по метеоритам, чтобы они разлетелись. Кстати, может просто ракетами их бомбить? Что-то они просто ракетами не разбиваются. Вот так вот. Серебро, кстати, очень ценится тут в торговле. И его желательно собирать. Ух ты, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Прервал свой гиперпрыжок для того, чтобы встретиться с пиратом. Где ты есть? Пиратище. За него 134 тысячи юниты назначили. Где ты? Теперь я охочусь за пиратами. Они за мной. Написано, что там жуткая сущность сидит. Омар. Омары не такие уж и жуткие. Я их ем на завтрак. Наконец-то я до него долетел. Я до него лечу, а он от меня улетает. И у нас целая погоня через галактики. Я тут нафиг. Откуси! Моего... Куда ты полетел-то? Стой! Мы с тобой вроде как воюем. Он гасится от меня. Не-не-не, так мы не договаривались. Воу-воу-воу-воу! Огонь по своим... Ну, в смысле, по мне. Каким своим? Это не свой. На тебе с ракет. Оболочка пробита. Осталось только пробить его жестяную банку. Е-е-е-е. Перечисляйте бабки. Я его уничтожу. Подозрительный пакет подобрал. Ну и... Почему переводят не 135, а 114? Налоги, что ли, берут еще с меня? Или как? Ну ладно, не важно. Отправляемся на планету. Вот она. Вот она горячая планетка. Она настолько горячая, что тут есть вода. Да, серьезно. Я думал, на горячих планетах нет воды. Она вся высушена. Но, как мы видим... Что-то какие-то звуки странные. Как будто у меня в двигатель камушек залетел и там болтается. Не говорите мне, что еще нужно двигатель починить сейчас по-новой. Значит, приземляемся. И будем искать здесь активную... А, дождь идет. Вон оно что. Все понятно. Червяка вижу какого-то слева. Эй, червячок, иди сюда. Я на тебя посмотрю хоть. Где ты? Вон он, вон он. Смотри, червяк. Пошел, поехал. Надо его сфоткать. Пока он далеко не улетел. Что это за фигня? Написано, что это зрелый какой-то червяк. А, проще потом в каталоге открыть. Он слишком быстро от меня убегает. А это что такое? Вот это, вот это что такое? Это тоже животное? Это скопление червяков? Возраст неопределенный. Экзотический пол. Склонность к подчинению. Гниющие фрукты. А, это диета у них, гниющие фрукты. Заметки симметричное строение. Кусочки кости. Оно производит, можно с него получить. Понятно. Приручать я такое не хочу. Во-во-во, смотри, какой жирный полез. Полез жирный. Вон там что у нас? Панцерная устрица. Да, вот, кстати, с нее можно отлично достать жемчуг. С этой устрицы. Блин, как он тут носится-то. Псих какой-то. И в то же время неприятный такой. Хотя, хочу сказать, этот псих. Конечно же, устрица находится в воде. Вон она. Вот такая здоровая. Мы сейчас в нее постреляем. Вот. И она дает нам жемчужину. Стоит она, конечно, не так уж и много, но мне хватит. Давай посмотрим, сколько она стоит. Четыре тысячи юнита. А, ладно, пускай будет. Вот она, эта червичина. Какой у нее стрёмный рот, да, да, посмотри. Ху-ху-ху-ху. Написано, что эта фигня боится щекотки. Я бы к ней не стал подходить щекотать ее. Итак, где же тут медь? Медь. Ты есть тут где-нибудь рядышком? Что-то нифига меди нет. И сама планета не такая уж и горячая. Всего лишь 27 градусов по Цельсию. Как на планете Земля. Приближается море. Оу. Ну, раз приближается буря, я, конечно, посмотрю, насколько она опасная. И копаюсь в землю. А сперва мне все-таки нужно активированную медь найти. А, подожди. Давай я все-таки попробую приручить вот этого монстрика. Я за ним даже угнаться-то не могу, чтобы его приручить. Так, ладно, ищем медь. Раз такие дела. Медь, 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 медь. О, активированная медь. Мне вон туда. Отлично. Птички какие-то летают. Тоже просканируем. Ой, что тут происходит? Нифига себе, температура поднялась до 130... Подожди, 100... Да, реально, до 130 градусов по Цельсию, если не больше. Ё-моё. Давай-ка мы закопаемся под землю. Нам тут делать нечего на этой поверхности. Мы сейчас тут сдохнем. Хоть у меня и есть щит от экстремальной погоды. Ну, чё-то как-то не очень. О, здесь 19 градусов. Ладно, переждём пока здесь. Ничего себе, 130 градусов жары. Давай пока откроем вот этот вот подпакет, который я достал из пирата. И тут у нас подозрительный мод геологической пушки. Нелегальная модификация. Ну, всё, что уже добывается с пиратом, мы и так знаем, что это нелегальная. Используйте её, чтобы начать установку. Куда она ставится? Мод геологической пушки. Наверное, на мультитул оно поставится. Поэтому вот это вот я пока уберу. А вот это попробуем установить. Ой, нет, не это. Минуточку. О, нифига себе, смотри. Это тоже было от пирата добыто. И тут характеристики. Баки реактивного ранца. Плюс 142. Нифига себе, вот это мощно. А у меня здесь в технологии, что у меня тут? Баг всего лишь, какая-то фигня. Короче, вот это вот мы разбираем. И ставим вот это вот. И у меня теперь гиперкрутой ранец будет. И вот это вот тоже устанавливаем. Вот сюда. И что это нам даёт? Этот модуль улучшения нарушает почти все галактические стандарты. Ну, понятно. Скорость снаряда. Скорость снаряда летит быстрее. Всё понятно. Так, всё, у нас тут вроде бы закончилась погодка. Давай посмотрим. Ой, нет, тут ещё очень горячо. Сто сорок четыре градуса теплоты. Так, я проверю свой ранец. Нифига себе, я на нём летать теперь могу? Ух, как далеко. У него очень крутой баг. Вот это крутяк. Я сейчас в космос улечу. Да-да-да, я понял, я понял, я понял. Я приземляюсь обратно. Нифига себе, пираты, какие у них моды. На ранцы, да, на пушки. Так, а по скорострельности? У меня пока щит защищает нас по скорострельности. Слушай, ну да, по скорострельности тоже пушка начала стрелять очень хорошо и быстро. А это что такое? Чё-то взрывается тут. Так, камень знаний активируем. Бежим, 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 бежим. Слушай, ну в такую температуру щит очень медленно разряжается, который защищает от экстремальной температуры. Я прям рад, что его поставлю. О-о-о, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Надо, надо, надо вот так вот сделать. Фух, всё хорошо. Всё хорошо. Значит, вот он, этот щит, тепловой барьер который. И он всего на 40% израсходован. Так что всё хорошо у нас. Тут где-то недалеко есть ещё камень знаний. Вот он. Сейчас заюзаем его. Буду. Слово Буду выучил. Так. Завершён важный этап в вашей жизни. Лингвист. О, отлично, и буря заканчивается. И где-то здесь у нас есть, это, медь. Активированная медь. Прикинь, я, кажется, на ней стоял. Когда подходил к камню знаний. Вот она, эта медь. Ну и отлично, тогда и добываем. Где наш ландшафтный грызун. Наконец-то я починю полностью свой корабль. И можно будет разобрать старый и продать его. Ты спросишь, а чё ты раньше не продал свой старый корабль? Я не хотел его продавать, потому что я не знал, смогу ли я починить тот корабль полностью. А если бы я не смог его полностью починить, то смысл как бы его юзать. Вот теперь я убеждён, что я его починю. И можно продавать старый. Ух ты, жужжащие мешочки где-то под нами. Надо бы прокопаться. Это очень ценные мешочки, их знатно можно продать. Вот они, наши мешочечки стоят и ждут меня здесь. Белковый жемчуг это просто навес золота. Его здесь скупают за бешеные бабки. Считаю, что нарвался на золотую жилу. Ну всё, кораблик мой милый, дорогой. Наконец-то я тебя починю. И у меня будет дополнительная ячеечка. Всё. Теперь у меня нет ржавого бака. И это балдёжно. Корабль полностью исправен. Я его довёл до идеала. Пока я тут строил планы, началась буря. Кипящий супер бурь. Как она тут называется. Короче, что мне нужно сделать? Мне нужно сейчас по-быстренькому вызвать другой мой старенький корабль. Выбираем его. Вот он. Давай, приземляйся. Вот он мой пупсик. Красавчик. Ну всё, ты служил верой и правдой. За сколько я тебя смогу продать? За 550 юнитов. Ну и нормальненько. Садимся в него. И летим до первой космической станции. Прибыли. Осталось только найти, где у него вот въезд в эту станцию. Ага, вот. Хорошо, что тут указывается сразу точка въезда. Ага, вот она. О, подожди. Ну ладно. Извини, братья. Я хотел, конечно, тебя подбить, но не вышло. Кстати, с этим пиратом можно было, по-моему, поболтать. Сейчас я попробую. А, нет, уже не поболтаю. Ну и ладно. Ну и ладно. Короче, мне сейчас что нужно сделать? Всю требуху выдернуть с моего корабля, продать и, как бы, разобрать корабль на лом. Это звучит, конечно, очень печально, но что поделать? Этот корабль служил мне очень долго. Ух ты, нифига себе, новую разу встретил. Смотри, мышь какой. Короче, по максимуму все продал. Осталось разобрать пушки, ну и все, что там разбирается. Вот, например, вот такой вот отражатель. Надо его разобрать. Варп ячейку, конечно же, нужно забрать отсюда. Кадми откуда-то у меня здесь есть. Есть подозрительный пакет, надо его открыть. Что там мне попалось? Кристалл бури. Стоит он 129 тысяч. О, дали достижение инвестор. Разработано юнитов миллион. Что, серьезно? Ну да, у меня реально миллион. Ха-ха-ха, круто. Может, я тогда себе сейчас позволю что-нибудь ценненькое. Ну, например, крутой корабль или мультитул. Ну все, корабль полностью очищен. Я все с него выдернул, что можно. Он стоит 550 юнитов по-прежнему. Даже несмотря на то, что я ракетницу разобрал. И это очень круто. Кстати, знаешь что? Насчет ранца. Мы же установили на него пиратную вот такую вот штуку, да? Которую баки расширяет. Ты посмотри, что? Эти баки здесь не работают. Там, где есть звездная стража. Или когда меня сканирует полицейский дрон. Вся вот эта пиратская требуха перестает работать. Ха-ха. Кто бы мог подумать, да? Ну вот. А когда я нахожусь на каких-нибудь неизвестных планетах. Оно все работает. Пока меня не просканирует. Вроде бы как-то так работает. Но я еще до конца не понял. Ладно, все, продаем мой корабль на металлолом. А, погоди, смотри. Получить лом на сумму 385 юнитов? Не-е-е-е. Что за ерунда? А может улучшить его можно? Можно же улучшить? Нет, улучшить его нельзя. Так, ладно. Пойду-ка я попробую с кем-нибудь поторговать. Ух ты. Это что такое за звездолет? Давай посмотрим, сколько он стоит. Он стоит миллион триста семьдесят пять юнитов. И у него такой приличненький инвентарь. Инвентарь. Обсудить цену. Он, короче, мне предлагает доплатить еще девятьсот девяносто тысяч юнитов и забрать мой корабль. Это выходит, что мой корабль он забирает за триста восемьдесят пять тысяч. Может я найду все-таки выгодного покупателя, а? Короче, все, я поболтал еще с несколькими покупателями потенциальными. И все они предлагают те же условия, что и просто сдать корабль в лом. Так я и думаю, тогда не доставайся же этот корабль никому. Сдаю его в лом. За сумму триста восемьдесят пять тысяч. Внимание! Звездолет в столб лучезарный VC-1. И весь его груз будет уничтожен. Подтвердить решение о разборке. Слава богу, я весь груз вытащил. И да, я подтверждаю. В смысле инвентарь полон? Требуются свободные ячейки. А, четыре ячейки требуются свободных, чтобы мне продать этот корабль. Для этого мне придется отправиться домой и сделать хранилище. Потому что у меня все под завязку. Милый дом. Холодный дом. Значит, хранилище. Теперь осталось понять, куда это хранилище... О, это хранилище похоже на то, которое я вскрывал в кораблях. Ну, в разбитом корабле. А внутрь дома я могу его вотнуть? В принципе, да, я могу его вотнуть туда. Но мне не останется места. Поэтому, ладно. Поставлю его рядышком с домом вот здесь вот. Пусть будет. А, его тоже питать нужно. Ё-моё. Ладно. Проводки пойдут у нас отсюда. Ну, в смысле из дома. А как иначе? Так. Главное, чтобы этот провод дверей мы не перерезали. Подключаем. О, всё работает. Отлично. Заходим в контейнер. И здесь куча места. Самое то. Значит, перекидываем сюда самое ценное. Вот такие вот кристаллы. Всякие микропроцессоры. Почти всё хранилище забил. Вот-то и я даю, а. Так, дружище. Давай фоточку на память сделаю с тобой. Что-то у меня было. Теперь это точно всё срастётся. Дрону утилизаторы отправлены. Звездолёт-столб лучезарный VC-1 будет немедленно разобран на лом. Полученные компоненты будут автоматически добавлены в экзокостюм клиента. Так, так, так. Пойду смотреть, пойду смотреть, пойду. Вон он как разбирается и его больше нет. А вот и мой новенький космолёт. Сразу же на его место встал. Так, чё мне дали? Чё мне дали, чё мне дали, чё мне дали? Ой, сколько вороводки. А, это термопанели какие-то. Мод-циклотарбалисты. Непонятно, для чего это улучшение. Тут ещё есть какой-то мод фазовый улучшение. Это всё я получил благодаря разбору моего старого корабля. Ну, короче, какую-то годноту со всего этого я выручил. Теперь пришло время апгрейда самого себя. Посмотрим, чё на этой станции я могу купить. Например, вот есть улучшение костюма. Видимо, ячейку расширить, да? Да, дополнительная ячейка. Конечно же, я её покупаю за 20 юнитов. Отлично. Это здорово, спасибо. Так, мультитул обязательно надо посмотреть. Вот, вот здесь мультитул есть какой-то. Посмотрим на его характеристики. Сравнить. Он хуже, чем мой. Но у него есть дополнительная ячейка. Как бы она мне нафиг не сдалась. Это ячейка дополнительная. Поэтому нет. Скукота. Приближаемся к месту сигналу. И угадать, что это за планета. Ха! Конечно же, это та планета, где есть огромные черви. Всё сводится к одному. Как-то у меня всё к одной планете. Садимся. Чё уж. Будем снова искать сигнал. Мы приземлились. Включаем сканер и начинаем поиски. Вон туда нам надо. Дружбан. Где мой питомец? Мой миленький дружочек. Я тебе сейчас покажу апгрейд. Смотри, какие у него стволы теперь появились. Я навешал на него. Здесь у меня фонари. Чтобы лучше было видно, если мы в какую-нибудь пещеру упадём. А там у меня машинган висит. Оседлаем его. И поехали. Единственное, этот машинган, он здесь просто как декорация висит. Ну, его нельзя юзать. Это меня, конечно, печалит очень сильно. Ух ты, ух ты, ух ты. Нифига себе. Это что за база тут такая? Стой, 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 стой. Давай просканем. Нам сюда нужно? Да, нам туда нужно. Ну, ладно, пойдём, сходим. Всё, прибыли. Поднимаемся наверх. На самый верх. Ой, у меня сломал. Блин, спасибо. Вот они, пиратские технологии. До сих пор у меня ранец не работает как надо. Да, походу, он уже и не будет работать. Надо выбрасывать эту технологию и забить на неё. Посмотрю, лучше пока в ящиках что лежит. Ну да, с ранцем до сих пор какие-то сложности, поэтому я предпочитаю лестницы. Наверх я туда всё равно не долечу. Вот. Какие они тут интересные. Грави-лестницы. Почему нельзя было сделать гравитационный лифт, например? Может, типа в будущем? Всё, я поднялся на самый верх и... Голографический радиомаяк или вышка, кому как угодно. Ну, написано, что это вышка. Радиовышка. Её нужно починить ещё. Заряжаемый энергоблок. А где ж мне его достать? Ну, давай зарядим натрием. Технология заряжена. Голографическая точка активирована. Доступно несколько источников сигнала. В башне расположен мощный передатчик, предназначенный для осуществления голографической связи на больших расстояниях. О, это то, что нам нужно. Если увеличить энергию, возможно, мне удастся восстановить связь. Настроиться на чистоту Артемиды. Я пытаюсь найти чистоту Артемиды, загружая данные из предыдущей передачи. Чё-то обнаружено. Так, нам теперь туда подняться надо, да? О, вот ты какая! Наконец-то я тебя вижу теперь не в компе у себя, в космолёте, а в живую практически. Ну, круто, круто, круто. Пойдём с ней поболтаем. Привет. Кто? Кто здесь? Ты? Это снова ты, да? Да, это я. Привет. Ты ведь не плод моего воображения, не сон. Сказать, что вы реальны. Я реален. Прости, но здесь трудно соображать. Что-то не так с... С чем? С чем не так? Иногда проще создать новую реальность. Мне казалось, что ты плод моих фантазий. Прости, я не помню, когда приходилось слышать чужой голос. Особенно с тех пор, как мне пришлось вырвать динамик из своего экзокостюма. Сколько страшного мне довелось услышать. Спросить, кто это? Спросить, что это такое? Ну давай, кто это спросим. Сквозь помехи видно, как незнакомка улыбается. Я такая же, как ты. Ты ведь звездный странник, да? Спросить, что именно имеется в виду. Я не получаю словесного ответа. Мне передают образ. Красную звезду и хрупкую на вид планету. Внутри я вижу какие-то формы и слышу голоса, которые не могу понять. Я вижу живых существ, населяющих все. Даже самые дальние уголки галактики. Я вижу первый вдох незнакомки. Чувствую стремление к звездам. Я вижу себя и понимаю, что сплю в алой пустоте в ожидании сна о далеких мирах. Сквозь тьму я слышу голос. Обнаружена аномалия. Обозначение странник. Пробудится. То, что ты видишь, преследует меня с момента пробуждения. Полагаю, тебе это тоже знакомо. Мы, странники, открыватели миров. С тех пор, как твои глаза впервые открылись, ты чувствуешь, что отличаешься от других. Как чувствую это я. Я здесь и нахожусь из-за поисков. То, что тебе удалось поймать этот сигнал, не может быть простым совпадением. Скажи, у тебя еще остался журнал данных с того разбитого корабля? Давай скажем про Наду. Надо... Ну, я надеюсь, ты помнишь про Наду. А потом уже про данные поговорим с ней. Кто? Пожалуйста, мне нужно взглянуть на эти данные. Не играй со мной. У меня нет на это времени. Ой. Что-то мне это очень не нравится. Ну, ладно. Давай дадим ей данные. Я загружаю записи своего экзокостюма, включая ту странную, полученную мной передачу и данные, которые мне удалось найти на разбитом судне. Большая часть моего снаряжения повреждена. Я в полном одиночестве, без транспорта, на забывшей о солнце планете. Я даже не знаю, как до меня доходит твой сигнал. Но тот корабль, что тебе удалось найти, когда-то он принадлежал мне. Возможно, надежда еще есть. А, так я на твоем корабле летаю все-таки, да? Ну, понятно. Нужно понять, где мы находимся. Если создашь усилитель сигнала в этой системе, мы сможем зафиксировать твое местоположение. Я смогу, что-то она сможет сделать, выбраться отсюда. И ты получишь ответы, которые ищешь. Давай поколеблимся немножечко. Что-то я сомневаюсь. Я знаю, это странно, но скоро ты все поймешь, поверь. Ты спасешь мою жизнь. Ты сможешь меня найти. А вдруг ты вообще нереально? Все, она исчезла. Вы изучили новый строительный элемент. Усилитель сигнала. О, как. О, как. Это уже будет другая часть нашей истории. И сегодня все-таки у нас была история про мой старый корабль, как мы его распилили. А то, как мы построим усилитель и продолжим искать Артемиду, непонятно, где она, конечно, спряталась, на какой-то темной планете, это ты узнаешь в следующих сериях. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай подписываться, ставить лайк под видео, если тебе нравится. Также подписывайся на Яндекс.Дзен, ссылочки в описании, если что. Ну, а мы с тобой увидимся в следующих роликах. Так что, до встречи.